Всем огромный привет! Хочу показать свои пустые баночки, которые закончились в апреле месяце. Совсем чуть-чуть покажу бытовой химии. Та, которая продается в Фикс Прайсе и Фаберлик. Остальное я не собираю, выкидываю. В Фикс Прайсе я покупала вот такой кондиционер для белья Вилор. Пользовалась я им, правда, слишком долго, редко вспоминала про него. Он был желтого цвета, сейчас я купила ему на замену такой же розовый. В принципе, кондиционер неплохой, за 50 рублей неплохо он работает. И, в общем, я с удовольствием взяла второй. Не так, как дорогие средства, конечно. Не сказать, что прям полотенце становится супер мягкое. Но все равно свою работу он выполняет. Хотя бы на четверку, но выполняет. Следующее средство покажу от Фаберлик. Это стиральный порошок, жидкий, концентрированный. Мне он понравился. Это для цветного белья, рассчитан на 20 стирок. Я лью обычно чуть больше, но, наверное, потому что у меня мальчишка. Часто на улице он гуляет, приходит очень выпачканный, испачканный. И поэтому я чуть-чуть побольше лью в машину. Мне понравился этот стиральный порошок. Как-то на аромат я особого внимания не обращала. Но в целом неплохой. Неплохой аромат. Но от белья, не знаю, я выполаскиваю несколько раз машинку, завожу на плоскание. И у меня ароматов почти не остается. То есть стараюсь их выполоскать. Хороший. По скидкам можно брать. По крайней мере, ни разу не было такого, чтобы мне хотелось перестирать что-то. То есть белье действительно достаёшь чистое. Постоянно берём вот такое средство для мытья посуды. Дом Фаберлик. Но сейчас я его изменила. Синержетик использую. Он работает практически точно так же. Функции исполняет те же самые. То есть подходит и для детской посуды, и для фруктов. А стоит подешевле. 77 рублей. Этот даже со скидкой стоит примерно 110 рублей. Ну, правда, тут пол-литра, а в синержетике, по-моему, тоже пол-литра. Но хорошие. Вот эти средства всё равно остаются для меня хорошими. И когда есть возможность в Фаберлик сделать заказ, я, если не забываю, то заказываю. Ну и последнее от Фаберлик, что я покажу, это стиральный порошок концентрированный. Этот универсальный. Он подходит для белого или для цветного белья. Я его люблю. Тоже, к сожалению, хоть и есть мерная ложечка, но я кладу чуть побольше. Ни разу не подводил. Работает хорошо. Нравится. Чаще беру вот мини-версии такие. Ну всё, теперь уже, наверное, по уходовым средствам пройдёмся. Покажу вам два жидких мыла. Покажу вместе. Оба я брала в фикс-прайсе. Замечательный дизайн упаковки. 50 рублей. Оно стоит, мне кажется, оно стоит гораздо даже дороже. Первый котёнок по имени Гав, жидкое мыло, молочные пузырьки для рук. Аромат был очень-очень приятный. Мыло чуть-чуть жидковатое, ну чуть-чуть. Но тут 500 мл хватило очень надолго. То есть ребёнок постоянно мыл руки. Я после каждой улицы, после каждого забега домой мыли. Оно было кремовое. Хорошее мыло. И второе пингви-лапочка детское крем. Мыло тоже кремовое. Подходит от нуля. С плюсом. 500, нет, 480 мл. Очень симпатичный дизайн. Единственное, что оно, бутылочка непрозрачная. Не видно, сколько осталось. Часто 2-3 нажатия делаю, оно жидковатое. Даже пожиже, чем первое. Аромат приятный, даже немножко сохраняется на руках. Я сразу пользуюсь кремом для рук. У меня чуть-чуть вот это мыло подсушивает кожу. Но в целом оно хорошее. Мне понравилось. Так, далеко от мыла не уйду. Давайте кухонное ещё покажу. Это дом Фаберлик. Мыло для кухни, устраняющее запахи. Я люблю эти мыла. Единственное, что я не раз говорила. Девочки стирают им тряпочки. Я стирать тряпочки люблю жидким мылом, антибактериальным. Поэтому у меня вот такое мыло работает долго. Оно более экономное. Вот такая бутылочка у меня на месяца 2 стоит на кухне. Потому что не так часто приходится им пользоваться. Рыба, мясо отмывается. Единственное, может быть, не экономить ни одно нажатие. Там два. Ну или в крайнем случае второй раз намылить ручки. И тогда прекрасно всё отмыливается. Так. В этом месяце для волос практически ничего не закончилось. Потому что мы в прошлом месяце практически всё, что было открыто, добили. А в этом открыли новые средства. Поэтому покажу только вот такую совсем крошечную малышку. Этот шампунь приезжал ко мне в коробочке New Beauty Box. Шампунь Bio-имбирь с бамбуком для тонких волос. Вы знаете, я хочу его похвалить. 75 мл было в этой малышке. Хватило на несколько раз. Он натуральный. Давайте я поближе покажу состав. Потому что он меня впечатлил. О натуральности даже говорит срок годности. Тут в открытом виде его можно хранить, по-моему, 3 месяца всего. Да, вот видите, открытым 3 месяца. Этот шампунь был жидковатый. Но маленьким количеством он давал хорошую пену. Промывал волосы очень хорошо. И после него, даже на мои длинные волосы, которые обычно путаются, не требовался бальзам. А хоть я и ополаскивала по привычке кондиционером. Делала масочки время от времени. Но после этого шампуня этого в принципе не требовалось. Отличный шампунь. Очень понравился. Аромат, конечно... Вы знаете, мне даже было без разницы, чем он пахнет. Ну, обычный аромат. Конечно, имбирь есть. В аромате имбирь чувствуется. Ну, натуральный. Но шампунь прямо очень понравился. Хороший. Маска закончилась для волос. Горячая новость. Эту маску мне присылала Оленька Крюкова. Привет тебе, моя хорошая. Огромное-огромное спасибо. Потому что сейчас у нас стал в городе продаваться Органик Китчен. Но когда девчонки мне присылали, мне очень хотелось его попробовать. И у нас его не было. Это была маска для волос. 100 мл в ней. Сама маска... Ох, видите, вылизала. Как меня отругали, что я не долизываю. Я вылизываю. Я шучу. На самом деле, я в таких баночках прямо волосами остатки добираю. Она была достаточно густой такой. Ну, то есть, вот сразу-то не потечет. Ближе к густой консистенции. Но от шампуня зависело, как она работает. Если шампунь высушивал волосы, то эта маска не справлялась. Если вот такой вот благодарный шампунь хороший, то она справлялась. Еще эту маску использовала с маслами. Перемешивала до мытья волос. Тоже она работала хорошо. То есть, сама маска, я не скажу, что она прямо сильна. На четверку. Но с хорошим шампунем она хорошо работала. А вот если шампунь... Ну, я уже повторяюсь, в принципе, вы поняли. Вот, дальше. Наверное, я покажу гели для душа, скрабы. Скраб для тела. Мне этот скраб от Кафе Красоты присылала Викуля Попридухина. Викуль, привет тебе огромный и большое спасибо. Мне понравился персиковый щербет. Сок персика входит в масло ши, сахар без СЛС и без парабенов. Единственное, что... Написано вообще, кстати, ручная работа здесь. Единственное, мне не очень понравился аромат. Он такой, действительно, сахарный. Но работал он классно. Тут не беспощадные частицы, но при этом их хорошо чувствуешь. Знаете, вот бывают такие, как соль, сахар, как кристаллики. Они прямо острые. А тут нет, такие вот, как прям маленькие, такие кругленькие камушки. И промывал очень хорошо. Я таким скрабом пользовалась только на проблемные места. То есть вот, начиная от грудной клетки и до колен. Вот эту часть только я промывала. И потом уже гель для душа. Он не пенился. Когда скраб пенится, я тогда могу им все тело вымыть и уже даже гелем не пользоваться. Этот не пенился, поэтому потом шел гель для душа. Гель я использовала вот этот, полмолив роза. У меня таких вообще два. Этот присылала Танюшка Хорошева. Танюш, спасибо тебе огромное. И привет тебе большой. Еще один у меня такой в запасах. Он был красного цвета. Кто не любит розу, вам даже понравится. Настолько приятный аромат. Настолько вкусно пахнет. Действительно, ощущение, что моешься каким-то парфюмом приятным. Прямо огромное удовольствие я получала, используя этот гель для душа. Поэтому с огромным удовольствием буду пользоваться и вторым, который мне прислала еще Оленька, миссис Смит. Так что, девчонки, спасибо вам огромное. Дальше покажу два детских средства. У Максимки закончились две птички. Вот эту птичку от Angry Birds прислала ему Жануля. Здесь такой был темный гель для душа. Вообще птичек целый набор. Он у нас есть весь. Этот закончился гель последним. Мне не очень понравился аромат. Аромат, ну, такой ненатуральный. Простите, охрипла. Хотя и написано виноград Изабелла. Он прямо темный-темный такой был, как Изабелла. Но аромат не очень приятный. И потом пахло на всю ванну, и даже от кожи пахло. Не знаю, с чем сравнить. Но чем-то химическим пахло. Не очень приятный. Но мы истратили. И эта птичка будет использоваться дальше для гелей. Мы в нее будем дальше наливать, переливать гели для душа. И эти птички у нас стоят, просто радуют глаза. И с огромным удовольствием мы пользуемся именно ими. Все остальные ароматы прямо замечательные. Мне все понравились, кроме вот этого вот черненького. Но сама птичка бесподобная. Ну и гель работал хорошо. То есть, как гель для душа, никаких претензий. Нормально работал. Но аромат нет. Не понравился. И следующая птичка, которую я вам покажу. Это уже шампунь. Ледяная мята. Эту присылала ему Танюшка Хорошева. Она нашла эту синюю птичку. Мы ее долго-долго сами искали. Но сами не нашли. От Танюшки получилось. Спасибо тебе огромное, Танюш. Шампунь замечательный. Аромат прекрасный. Пахнет мятой, которая отживательных резинок. Вот такой мятой. Прямо сладкая мята. Вкусная-вкусная. Тут уже на картинке есть черная птичка, но нет синей. А всего их получается 8-7 штук. Здесь 6 представлено. И седьмая, вот сама эта птичка. Прямо это тоже остается у нас дома. Мы в нее будем переливать шампунь. То есть вот в эти, которые птички идут с гелями, мы переливаем потом гель. А из-под шампуня переливаем шампунь. Спасибо, девчонки, огромное. Жануля нам практически всю коллекцию купила. Но у нас не было только синей птички. Мы ей за это очень-очень благодарны. И вот Танюшка нам нашла синюю птичку. Долго о птичках, потому что я их люблю. Наверное, больше ребенка даже. Так, для тела. Давайте покажу, что у меня закончилось для тела. Тоже присылала Оленька Крюкова. Это крем питательный. Миллион гелл. Ну, получается, девушка на миллион, наверное, так переводится. Тут чуть-чуть осталось. Он такой вот, видно, желтоватого цвета. Действительно питательный. Вот этих 100 миллилитров мне хватило на месяц. Даже, мне кажется, чуть побольше месяца. Прямо понемножку надо было. И не было смысла, например, толстым слоем на себя намазывать. Он просто не успеет впитаться. А если совсем чуть-чуть, хорошо распределяется, быстро впитывается. И приятно на теле. Понравился. Понравился этот крем. Прямо хорошо работал. Вот я так и знала, что они упадут. Я их даже толкнула. Ладно, ставим обратно. Следующее, что у меня в этом месяце закончилось, это тоник. Обогащенный тоник. Anti-Age. Натура Сибирика. Так, что о нем сказать. Единственное у него для кого-то минус, это аромат. Пахнет аптекой и лекарством. В остальном одни плюсы. Хороший тоник работает хорошо. После него даже иногда не хочется крем наносить. Но я в любом случае наношу. Но этот тоник хорошо работал. Мне понравился. Так, тут написано, что это гипоаллергенный продукт. Без парабенов, без СЛС. Без синтетических отдушек и красителей. Вот, да, вот это то, что оно без отдушек всяких синтетических. Поэтому натуральный, натуральный аромат. Вот так поближе покажу, потому что тут состав-то в принципе хороший. Вот, так вот я покручу. Если вдруг кому-то интересно. Этот тоник могу только похвалить. Хорошие средства. Понравилось. Еще одно средство тоже буду хвалить. Уже купила ему замену пропеллер. Салициловый лосьон от прыщей. Он идет против воспаления. Обещает очищать, подсушивать и бороться с прыщами для чувствительной кожи. И пользовалась не часто. Только когда нужно было воспользоваться, когда проблемы какие-то возникали. Вообще я не склонная к таким проблемам, к высыпаниям. Но бывает перед определенными днями что-то выскакивает. Или бывает, когда крем для лица слишком питательный. И там многовато нанесу. Либо послепитательные маски. У меня бывает такое. Потому что кожа уже к лету готовится. Видимо склоняется к жирности. Ну вот хорошее средство. Снова у меня в НЗ лежит такой же. Для лица у меня закончилась в этом месяце сыворотка. Рука не поднялась выкинуть упаковку. Это от Натура Сибирьки. Сыворотка восстанавливающая для лица. Антиэйдж. У меня и крем был такой. Он у меня и сейчас стоит. Ночной крем. Тоже в черной тубе. Но вот крем я пока отставила в сторонку. Вот так открывалась. Она была вот такого темного цвета. Видите? Налилось вообще. А ну вот, видите. А то вдруг не поверите, что закончилось. Теперь меня отругает кто-нибудь. Я брала этот продукт на фармакосметике. Гелевая текстура и небольшого количества хватало от лба до декольте. Если переборщить, немножко было липковато. Но это все впитывается и хорошо распределяется. То есть, если не переборщивать, то все впитывается и замечательно работает. Мне понравилась эта сыворотка. Можно ее даже смело повторять. Хорошая. Следующее, что для лица у меня тоже закончилось. Мне присылала Наташенька. Ее никта-атаматата. Привет, Натульте большой. И спасибо. Это крем-корректор. Разглаживание морщин. Для всех типов кожи. Она его, кажется, заказывала. Она сама делала какой-то заказ. И вот этот крем заказывала. Она говорит, что он нравится ее маме. Но мне тоже, в принципе, понравился. Здесь всего 12 мл. Роликовый шарик здесь идет. Вот так выглядит. Видите, я его уже весь из шаркала. Это я его так активно использовала. Держала я его кверх ногами, потому что надо было, чтобы к шарику стекал продукт. Что он обещает? А давайте я вот так. Покажу состав, если вдруг кому-то интересно. Тут все на русском языке. Если что, на паузу можно поставить. И как применять. Я наносила на зоны. Только по складочкам. Вот где идут морщинки. Там я его и проводила. Тут обещает через 30 дней. Очень даже заметный. Заметный результат. Ну, мне сложно было заметить результат. Но в любом случае я таким вещам доверяю. И когда они работают, я верю, что они работают. То есть, не скажу я, что прям заметно как-то лицо стареет. Ну, понятны процессы, все равно идут. Но такие средства немножко их тормозят. Хотя бы держат на одном месте. Дальше. Маска. Для лица закончилась маска от Green Mama. Мне его присылала Оленька из Тюмени. Оль, спасибо тебе большое. Вообще, я тебе хочу сказать большое спасибо за всю линейку Green Mama. Она мне много прислала средств. И если вредничать, то могу придраться только к кремам. Ну, потому что ароматы у кремов такие прямо травяные, сложные. Но я отношусь к этому спокойно. Это вот просто для общих масок. Для тех, кому не очень нравится. В целом, вся линейка хорошая. Вот эту маску хочу похвалить. Я ее использовала вместе со скрабом. Скраб тоже от Green Mama. Тоже в большой тубе. Я его покажу в следующем месяце. Потому что там еще остался. Я его допользую. Но про маску. Она идет очищающая. 100% натуральные масла входят. И, по-моему, сюда входит... Давайте вот так покажу тоже. Глина. Мне кажется, здесь глина. Потому что и подсыхает, и цвет. Глиняный. Так, ну вот так, в общем. Цвет зеленый. Прям такой ярко-ярко-зеленый. Когда намажетесь, то выглядите как Шрек. Как его невеста. Но работает хорошо маска. Мне она очень-очень понравилась. Даже после скраба, когда ее наносите, лицо немножечко-немножечко как бы покалывает, пощипывает. То есть чувствуется работа этой маски. И после нее нет покраснения. То есть вот это вот покалывание, пощипывание, оно не раздражение. Это не то, что вызывает маска раздражения. А наоборот, вот чувствуется, что она работает. И когда все смываете, лицо прямо гладкое, нежное, приятное. Ну, нравится. Так. Для ног. Это закончилось у моей мамы. Она постоянно использует от Avon вот эти вот охлаждающие лосьоны-спреи. Красивые ножки. Они освежают. Дают какую-то прохладу. У нее постоянно проблемы. Это горят стопы. И вот это средство ее спасает. Понятно, что оно не так, что побрызгало и все, на сутки прошло. Это временный эффект. И он, когда проходит, снова через какое-то время можно пользоваться. Так, заставила я тут, да, уже все. Давайте я в свою корзинку буду скидывать. Я про нее забыла. Так, в этом месяце в мыльницу ушло мыло Johnson Bodycare. У меня таких два. Присылали мне разные девочки. Хочу сказать огромное спасибо. Именно это Ксюша Станкевич присылала. Но, может быть, не именно это. Просто она первая прислала. Поэтому, как бы, я считаю, что это мыло от нее. Очень приятный аромат. Настолько приятный аромат у этого мыла. Оно действительно смягчает. Пользоваться приятно. И от ручек потом тоже вкусно-вкусно пахнет. Это хорошее средство. В этих кусочках, по-моему, 125 грамм. То есть, они такие достаточно большие. Следующее. Для ног. Скраб для ног закончился. Присылала мне Викуля Оленева. Привет тебе, Викуль. Спасибо тебе большое. Я уже не раз говорила, что если есть скраб для ног, я им пользуюсь. Если нет, для меня скраб для тела вполне подходит для ног. Ну, вот, в этот раз был. Он кремовый. В этом креме есть вот эти вот скрабирующие частички из абрикосовых косточек. Он щадящий. Для ног это достаточно легкий скрабик. Хорошо отмывает остатки, может быть, крема. Если там вы уже в туфлях, в босоножках на голую ногу ходите, то вот эту вот всю пыль хорошо скрабирует. Но если вам нужно хорошее скрабирование, то это уже есть специальные пилочки шлифовочные. Уже такие средства идут в ход. Так, дальше. Для рук. Танюшка Хорошева присылала мне от Лепетит Марселье набор. Там был гель для душа и вот такой вот крем для рук. Когда-то у меня такой уже был крем. Я знала, что он классный. И пока еще прохлада весны, я им воспользовалась. Он питательный. Он подходит для сухой кожи рук. И действительно хорошо питает. То есть, если вам нужно, чтобы работал крем, то это вот он. Причем, знаете, как интересно работает? Если совсем чуть-чуть, то он впитался, ручки смягчил. И вы можете делать этими руками все, что хотите. Если чуть побольше, он уже как маска работает, дольше впитывается, понятное дело. И работает уже как маска. То есть, можно его даже, мне кажется, этот крем и под перчаточки. То есть, если вам нужно полечить, тогда побольше нанести и посидеть, подождать. Если вот просто приятненько ручкам сделать, то можно совсем чуть-чуть. Он очень экономный. Единственное, вот когда у меня в тубах остается совсем чуть-чуть, у меня есть специальная, ну тоже баночка в виде клубнички, в которой раньше был крем для рук. Я выдавливаю остатки, я выдавливаю в эту баночку и уже допользуюсь. Сейчас они у меня как раз в этой баночке. А тубы выкидываю. Не люблю последнее вот додавливать из туб. Это очень сложно. Закончилась зубная паста, лечебные травы от Сплат. Хорошая паста, она была зеленого цвета. Вот такая вот, как гелевая. Отбеливания не хватало, а как очищение она работала хорошо. Приятный аромат, приятная свежесть. То есть, большего и не надо. Единственное, если вам нужно отбеливание, то надо что-то посильнее уже. Конкретное отбеливание брать. Маски. Так. Маска от Фаберлик. У меня было восстановление и упругость. Присылала мне ее Леночка Никандрова. Привет тебе, Ленусь. И спасибо. Эта маска кремовая. Я не знаю, что о ней сказать. Она хорошая. Она просто хорошая. Сейчас они перевыпустили в других упаковках. Я их не пользовалась. Ну, не использовала. Но мне кажется, они точно такие же хорошие. Тут количество 10 мл. Мне его хватает даже на шею. И вот часть декольте я захватываю. Хорошая маска. Работает хорошо. Не знаю, как насчет упругости. Но вот освежение и питание она дает. Следующая маска от Шерри. Шерри. Глубокое питание. Танюшка Хорошева мне присылала. Несколько еще остались. Что мне в этой маске очень понравилось. Это вот это вот добавочное средство. Давайте я покажу. Тут ампула идет с сывороткой гиалуроновой кислоты. Стимулирующая синтез коллагена и эластина в коже. То есть сначала наносишь вот эту вот сыворотку на всю зону. А на втором этапе уже наносишь маску. И все это дело работает. Вот тут инструкция. Сначала одно, потом второе. И маску через 20 минут распределить похлопывающими движениями по лицу. То есть ее смывать не надо. Это я очень-очень люблю. Когда маски смывать не надо, а нужно просто их распределять и оставлять. Для меня это хорошее средство. Еще одну маску, которую мне прислала Оленька Ткачева. Спасибо тебе, моя хорошая. Большой-большой тебе привет. Так, она идет точно так же. Так, где тут название? Точно так же ее не надо смывать в итоге. Очень вкусно пахнет абрикосом. Вот такая маска. И, как тут заявлено, что она будет делать кожу упругой и не давать деформироваться. Вот так интересно написано. Свежесть обещает давать, гладкость, молодость. В общем, обещание очень хорошее. Она как бы антиэйдж получается. Коллаген, да, коллагеновая. Я люблю вот эти вот маски от Dermal, если я правильно читаю. Они хорошие, они работают. И после них тоже не надо никакого крема. Впиталась сама маска. И причем я обычно, когда снимаю маску, средства много остается. Я могу протирать этой маской потом, ну, средством, которое осталось и шею, и область декольте. То есть получается такая общая маска. Пусть такая тряпочка эта тканевая не лежит на шее и на грудной, ну, на груди. А средством я протираю, и она хорошо, прекрасно работает дальше. Вот, хорошее средство. Так, что у меня еще закончилось? Еще покажу две туши, которые мне тоже дарили. Первая тушь закончилась от Faberlic. Мне ее прислала Викуля Попридухина. Викуль, спасибо тебе за нее огромное. Я эту тушь очень люблю. Faberlic молодцы. У них раньше мы только ругали туши. Последнее, что они делают, мы только хвалим. Вот такая щеточка. Она у меня уже подсохла, конечно. Хотя средства еще есть. Но я ей пользовалась очень долго. Классная. Ресницы пушистые, густые, объемные. Прям работает хорошо. И в руках держать такую тушь одно удовольствие. И вторая тушь мне присылала Оленька Крюкова. У меня еще одна есть в запасах от Оли. Оленька Смит. Миссис Смит мне присылала. Это от Cabaret. Это тушь в 0,3 оттенке. Она идет такая зелененькая. Вот такая у нее щеточка. Она уже прям подсохла кусочками такими. Ну, катышами, да, видно даже. Вот эта тушь очень-очень проигрывает своей черной сестренке. То есть от Cabaret черная она прямо вау для многих. Это свои собственные ресницы. Если они у вас классные, то она их сделает вот такого цвета. Если ваши реснички, как мои, коротенькие прямые, она их так и оставит коротенькими прямыми и будет слабо заметна. Потому что цвет не очень насыщенный. Но при этом... Вот он вот такой. Но при этом он заметен. Я уже, когда эту тушь носила, то поярче старалась. Ну, черный карандаш использовать, чтобы вот как бы не на ресницах был. Сам вот... Ну, взгляд останавливался не на ресницах, а на глазах. Ресницы просто вот давали вот эту вот зеленую дымочку. А черный карандаш, он уже как бы выделял сами глазки. Эту тушь нельзя наслаивать на черную. Потому что ее тогда будет не видно. То есть она вот сама по себе такая. Но если ресницы густые и хорошие, она будет работать. Я еще вот буду открывать вторую, которую мне Оля прислала уже. Другая Оля. И буду в любом случае летом пользоваться и второй. То есть она имеет место быть. И в целом-то тоже неплохой продукт. Единственное, что если вы хотите прямо вау объема зеленых ресниц, этого не будет. Будут свои, но вот такого цвета. Все. В этом месяце вот такие были у меня пустые баночки. Надеюсь, я была чем-то полезна. Что-то было для вас интересным. Может быть нужным. А сейчас я с вами прощаюсь. Всем спасибо за внимание. И всем до новых встреч. Пока.